Здравствуйте, уважаемые коллеги! Приветствуем вас на проекте Компас детской психиатрии из Российской Медицинской Академии непрерывного профессионального образования. Итак, сегодня у нас с вами вебинар строго по плану о нейробиологии настроения человека. И немножко коснемся, кроме этой самой нейробиологии, патогенеза аффективных расстройств, конкретно заинтересует биполярное аффективное расстройство, и того, как работает фармакотерапия того самого биполярного расстройства. А во всем по порядку. Вебинар, конечно, экспериментальный в какой-то степени для меня, потому что пришлось немного по-другому строить свою работу, опираться больше не на клинику, а на биологические исследования. Но я постараюсь сделать так, чтобы это было понятно и, главное, полезно. Начали, коллеги! Итак, начнем с нейробиологии эмоций. И здесь для нас важны определения. Потому что эмоции – это класс психических процессов, отражающих непосредственное, суетивное, переживание, подражение к различным объектам, явлениям, ситуациям. Ну и жизнедеятельности в целом. Это цитата из большой российской энциклопедии. Я понимаю, что определение лучше брать из научных статей, но мне кажется, для эмоций понятие больше бытового, чем биологического. Это подходит как нельзя лучше. А вообще, раньше философы древности, и не только древности, хотя Декарта – это же не древность, да? Я не знаю, не просвещен. Но спиноза точно не древность. Это 19-й или 18-й век. Они различали мыслительную субстанцию и мировую субстанции. И вот эмоции относились к так называемой мировой субстанции. Опять-таки, это мой вольный перевод с английского языка. Может, по-русски это называется по-другому? Философские труды не читал. Но! Вот эта мировая субстанция отражает тело. То, что не думает, то, что естественно, и может не связано с реальным положением вещей, а больше связано с каким-то субъективным восприятием. Мыслительная субстанция – это то, что наша когниция, это наша префронтальная кора, и здесь это вступает часто в конфликт. И вот новейшие исследования действительно подтверждают, что такой конфликт существует. Эмоции действительно управляются отдельными структурами мозга. Они хоть и связаны с корой, которая отвечает за когниции, сознательность и рациональность, но не всегда они точно отражают реальность. И хоть и связаны с разумом, но имеют очень большую власть над соматическими, то есть сознательными действиями, и вегетативными центрами, то есть бессознательной регуляцией организма. А значит, эмоциональные структуры могут брать неплохой контроль над нашим организмом и приводить к последствиям. Соответственно, про эмоции надо поговорить с точки зрения нейроанатомии. И структуры, которые ответственны за эмоции, иерархии четкой не имеют. Поэтому там структура сетевая. Они распределены, они в разных ситуациях берут главенство на себя и таким образом реализуют всю гамму наших эмоциональных состояний. И вот про эти центры я сейчас немножко с вами поговорю. Вот с последнего обзора 2017 года, где этот список существенно дополнили, можно говорить о значимых центрах лимбической системы. То входит таламус, поясная извилина, территория перегородки, то есть septal area, область перегородки, гипоталамус, социевидные тела, миндалина, она же амигделя, и парогипокампальная извилина. Ну и сам гиппокамп, разумеется, тоже, хотя сейчас гиппокамп к эмоциональным центрам уже не относится. Зато мозжечок теперь относится. Миндалина. Она включается, как известно, при инстинктах пищевом, инстинкте размножения и спасения жизни. Поэтому миндалина активна при страхе, при агрессии, она же при половом поведении, она же при поиске пищи. И она же маркирует воспоминания, если воспоминание эмоционально значимо, оно запоминается. Поэтому мы все, что со стрессом связано, помним лучше. Даже лучше, чем с большой радостью, что связанное. А также она создает ассоциации между стимулом и наградой, приводя к формированию причинно-следственных связей, работая здесь в паре со стриатумом. С стриатум, оно же полосатое тело, к лимбической системе не относится. Поясная извилина. Она связана с такими разными, казалось бы, состояниями, как депрессия, тревога и агрессия. И известно, что передняя часть поясной извилины активируется при лжи. Таким образом, участвует в памяти. Есть пословица, чтобы врать, надо вторую память иметь. Ну вот про эту вторую память, видимо, поясная извилина. Парагипокомпальная извилина, она, поскольку гиппокампу близка, отвечает за память. И известно, что при повреждении парагипокомпальной извилины наступает ретроградная амнезия. Человек запоминает то, что было до повреждения. Ой, забывает то, что было до повреждения. Но новое, что происходит после повреждения, он запоминать может. Дальше. Таламус. Таламус это, как известно, такое, если упрощать, реле. То, что передает сигналы между корковыми и подкорковыми структурами. Большинство путей проходят через таламус. Поэтому, если мы говорим про какие-то нейроиональные петли, там часто будет именно этот корень талама. Ну, например, фронта, талама, цереблярный путь от фронтальной коры до мозжечка через таламус. И вот его функции связаны с чувствительностью, моторными функциями и активацией коры головного мозга. А вот гипоталамус, как мы помним, гипоталамус, там рядом гипофиз, он очень тесно связан с регуляцией эндокринной системы. Там же в гипоталамусе находятся центры голода, жажды, терморегуляции. И это центральное звено всей лимбической системы вообще, несмотря на свои, казалось бы, скромные размеры. Его ядра связаны с поведением в средствовой ситуации, с расслаблением организма и с эндокринным обеспечением всех этих процессов. Потому что, вспоминаем про гормоны стресса, это кортизол и прочее, они секретируются надпочечниками. А надпочечники это последнее звено гипоталама, гипофизарно-надпочечниковой оси организма. То есть, самый верх это гипоталамус. И гиппокамп, как я уже сказал, сегодня к лимбической системе не относится, но он отвечает за перенос в долговременную память на этом основании, связан со структурами лимбической системы, в частности, с миндальной. Перегородка, это самая септальная область, связана с гневом, с удовольствием и нейровегетативным контролем человека. Если стимулировать перегородку, у экспериментальных животных начинались гневные реакции, а также при стимуляции других ядер перегородки они получали удовольствие, что приводило к самостимуляции лабораторными животными своей перегородки. И это влияло на вегативные показатели, в частности, тахикардия, брадикардия и так далее. Префронтальная кора, казалось бы, это не лимбическая система, но в эмоциональный мозг тоже относится. Почему? Очень тесно связана со структурами лимбики и отвечает за планирование, контроль, а значит, ингибирование подкорковых структур, чтобы они не брали слишком много власти. И не так давно мозжечок тоже стали относить к эмоциональному мозгу, потому что выяснилось, что он вовлечен в координацию таких процессов, как обучение, мышление, использование языка, в сексуальность человека, а значит, с миндальной связано. А потом выяснилось, что он связан не только с миндалиной, а вообще со всеми отделами мозга, ответственными за координацию и моторную, и эмоциональную координацию. Так, например, загадочные процессы смех и плач, которые изучаются по сей день, я их не стал включать в презентацию, я понял, что по ним надо вообще отдельный доклад готовить, не стал смех и плач сюда включать. Но вот мозжечок отвечает за координацию этих процессов смеха и плача. Поэтому повреждения ядер мозжечка в том числе приводили к проблемам с насильственным плачем, насильственным смехом у человека. И это, разумеется, новое, потому что мы привыкли мозжечок рассматривать именно как систему координации моторную. А дальше мы идем в то, что называется мезолимбической системой. Мезолимбическая система отвечает строго за процессы награды, удовольствия, получения награды, в том числе внутренние награды из-за достижения чего-то значимого для человека. Это приводит к тому, что поведение закрепляется. И в этом задействованы переднепокрышечная зона, добавочное ядро, нуклеус оккумбенс, тот самый, который активируется при зависимом поведении. И зависимость химическая вырабатывается в том числе потому, что много дофамина, но адреналина выделяется в добавочном ядре. Также передняя область поясной извилины, гипотлама, перфонтальная кора. И там основной нейромедиатор это дофамин. И хотя, казалось бы, все понятно, когда исследовали разные влияния антагонистов, агонистов, дофамина в этих структурах, данные противоречивые. То есть даже здесь, хотя мы можем говорить о том, что они задействованы в процессе награды и удовольствия, линейные взаимосвязи выявить не удается, что еще раз напоминает нам о не иерархической, о сетевой структуре всех эмоциональных центров мозга. За счастье отвечает, за чувство вот это счастье, вентральный стриатум и скорлупа, она же по-латыни путамин. И здесь дофамин стимулирует опиатные рецепторы, гамк-рецепторы стриатума, а также орбитофронтальную кору, которая является как раз-таки частью префронтальной коры, и миндалины. И это вызывает у лабораторных животных, в частности, потому что, где это получено все? На людях тоже с помощью нейровизуализации, но большинство исследований проводилось на лабораторных грызунах. И да, действительно, вот эти структуры отвечают за чувство счастья. За страх. Здесь интереснее. Центр страха у нас миндалина. Мы к этому привыкли все со школьной скамьи, ну ладно, студенческой, что миндалина – центр страха, потому что это инстинкт, и вот тот самый безусловный страх, потому что есть страх условный, когда мы боимся того, что нам знакомо, а есть безусловный, когда мы боимся вытянутых предметов, потому что может на змею похоже быть, и это эволюционно сохраняет жизнь. Те, кто боялись вытянутых предметов и от змей шарахались, они выжили. Те, кто не шарахались, не выжили, их змеи покусали. Ну я упрощаю, конечно, но тем не менее. И вот миндалина, она имеет обширные связи с корковыми отделами, сенсорными центрами, она собирает всю информацию, она передает ее вниз, вверх, на вегетативную систему, и является очень мощным координационным центром для того, чтобы отвечать на те или иные стимулы. И вот вентральные ядра, миндальный конкретно, и терминальный стриатум, который рядом находится, они связаны с гипоталамусом. Благодаря этому они могут запустить гормоны стресса, которые будут массово выделяться при страхе, готовя организм к бегству или борьбе. И известно, что при дефиците серотонина, адреналина в миндалине с чувства страха тревоги будет выше. И это как раз-таки заложено в патогенез фобических расстройств, панических расстройств. Во-первых, там миндалина активнее изначально, во-вторых, там дефицит серотонина, адреналина. И вот реакция бить или бежать, она запускается миндалиной и околоводопроводным серым веществом. Пусть вас не пугает, если вы не врач, слово околоводопроводное, там водопровода нигде нет, там просто в черепе есть такая структура, называется как раз водопровод. Это связано с обменом ликвора, если мне память не изменяет. И вот серое вещество, которое находится возле этого анатомического образования, называется околоводопроводным. Поэтому пусть вас это не смущает. Такие простые слова. И значит, вот эти структуры, которые связаны с миндалиной, они запускают реакцию бить или бежать, но они же могут организм парализовать. То есть, помним, да, классический пример, опоссумы, которые притворяются мертвыми, когда их напугать. Вот это реакция заморозки при сильном интенсивном страхе. И это может быть также у человека, когда мы столбенеем перед слишком серьезной опасностью, хотя должны вроде бы бежать. Кто-то, наоборот, будет бить, атаковать опасность. Это индивидуально, как правило, врожденная та или иная реакция. Грусть. Чувство грусти – это передняя часть поясной извилины и передние ядра островка. Напоминаю, структуру островок или инсуля в основном отвечает, нам известно, за распознавание своего, чужого, поэтому нарушение функции островка капри шизофрении приводит к тому, что голоса, которые человек слышит, а это же его мысли, он перестает отличать, это мои мысли или это голоса чужеродные. Но вот островок влияет еще и на эмоциональный спектр человека. И одновременно, когда снижается активность перифронтальной коры, грусть будет усиливаться. И роботофронтальная кора и вентромедиальная перифронтальная кора, они нам очень важны с такой точки зрения. Они собирают всю информацию от лимбики, от анализаторов, и именно они принимают решения. И здесь кто кого победит, будет сильнее активирующее влияние подкорковых структур или ингибирующее влияние как раз корковых структур. И вот в этом инь-янь так называемом и происходит выбор, как действовать. И вот если все-таки кортекса здесь влияние больше, поведение будет более сознательным. Но на автомате в сильном стрессе, в неожиданной ситуации мы действуем, как прикажет все-таки лимбика. Хотя приоритеты мы можем выбирать, все для этого в структурах мозга у нас есть, но у всех они работают по-разному. Тем более у детей лимбика будет гораздо больше забирать себе власти. Поэтому не стоит от импульсивных детей ожидать предчрезмерной рассудительности, чтобы они свои эмоции подавляли. И вот сейчас, когда мы поговорили немножко про нейроанатомию эмоций человека, можно поговорить еще немножко про патогенез аффективных расстройств. Смотрите, классически к аффективным расстройствам относили еще и тревожные и фобические расстройства, поэтому я немножко про них поговорю. Смотрите, во-первых, я уже говорил про миндалину и действительно патогенез тревожных расстройств связан со снижением ее порога возбудимости, а также гиперактивностью и гораздо меньше стимула нужно, чтобы миндалина гипервозбудилась и привела к тому, что человек переходит в состояние бить или бежать. И также наблюдается дефицит серотонина, снижается концентрация тормозного медиатора ГАМК, активирующее влияние глутамата и нордреналина становится сильнее. Вы видите, что запускается стрессовый каскад и нордреналин, глюкокортикоиды выбрасываются в кровь. Также в свою очередь по механизму обратной связи действуя на мозг, приводя к стрессовым процессам уже неврологическим в миндалине. И в итоге тревожные расстройства включают два компонента страх и беспокойство. Страх это вот то, что немедленно через миндалину происходит, не думается просто, как говорится, от живота. А вот миндалина это когнитивный я заговариваюсь, простите. А вот беспокойство это когнитивный компонент. То есть беспокойство это значит человек думает о чем-то, у него навязчивые тревожные мысли, он тревожно ожидает того, что будет в будущем. Вообще страх и тревогу предлагают различать у нас так. Хотя можно так различать страх и беспокойство. Страх это когда мы боимся чего-то реального или мнимого, но то, что перед нами сейчас и на нас подействует. А тревога это когда мы боимся чего-то, что сейчас еще не наступило, но как мы думаем наступит и потенциально опасно для нас. Или это страх направленный в будущее, как сказал один ординатор. Я запомнил, мне понравилось. Соответственно, с тревогой все. Дальше идет популярное расстройство. Там гораздо больше можно рассказывать, потому что со страхом тревогой там больше влияние миндалины и ее соответственно влияние на кору. А вот биперарном расстройстве такой четкости со структурами мы не найдем. Потому что, во-первых, у нас есть моноаминовая теория. Дисфункция моноаминов, а конкретно снижение сертонина, дофамина, нералинов в центральной нервной системе приводит к тому, что у человека снижается настроение, у него все плохо, у него апатия, ничего не хочется. И вот с одной стороны это все логично, а потом появились доказательства, что даже при нормальном уровне нейромедиаторов в крови у человека и, соответственно, нервной системе у человека, хотя да, я должен здесь сделать ремарку, уровень нейромедиаторов в крови не отражает их уровень в нервной системе. Поэтому все вот эти тесты, сдайте серотонин и нордреналин, чтобы посмотреть, да, через кровь, это все не отражает реальности, что в мозге у человека. Поэтому были исследования, которые показали, что даже при нормальном уровне этих нейромедиаторов синапс их не принимает и все равно эффекты, как будто бы их дефицит, проявляются в нервной системе. Стали искать, в чем дело. И пришли к выводу, что не столько восстановление уровня моноаминов антидепрессантами приводит к тому, что депрессия уходит, сколько то, что нейромедиаторы действительно восстановились или их стало больше. Запускаются процессы постсинаптические, связанные с нейропластичностью нейронов. И именно там зарыта проблема, почему у человека наступают аффективные нарушения в рамках биполярного аффективного расстройства. Говоря про это, ученые обычно не выделяют фазы. Да, у нас есть депрессивная фаза, да, есть маниакальная фаза, но считается, что главное в биполярном расстройстве это не полюс фазы, а именно сама фазность процесса. И общие патогенетические механизмы приводят к фазности, что депрессии, что мании. Просто разные структуры по-разному возбуждаются в этих разных фазах. Дальше. Генетические исследования подтвердили, что наибольший риск биполярного расстройства он связан не с генами рецепторов моноаминов, хотя можно было это ожидать, а он связан с генами кальциевых каналов, с генами анкерина-Джи и других анкеринов. Анкерины это такие, как я понял, структурные белки мембран, которые связаны с натриевыми каналами в частности и влияют на их работу, на их активность. И вот дисфункция кальциевых натриевых каналов напрямую связана с патогенезом БАР. И это дало ученым еще больше оснований полагать, что действительно дело не столько в уровне моноаминов, сколько во внутриклеточных нарушениях. И действительно, там, где активность внутриклеточных кальциевых каналов выше, там часто наблюдается проблема с настроением, и этот вопрос сейчас активно изучается. То есть, ответа пока окончательного нету, и я в презентации его не привожу. Но немножко пролью свет на то, что известно. Во-первых, мы должны еще вспомнить про BDNF. Brain Derived Neurotrophic Factor. То есть, нейротрофический фактор, связанный с мозгом. Мозговой нейротрофический фактор. Вот так его обычно переводят. И вот этот BDNF, он необходим для того, чтобы нервная система нормально функционировала, для того, чтобы у человека все было в порядке с настроением, с восстановлением нейронов, с ростом аксонов, гендритов и так далее. И вот известно, что на фоне антипрессантов действительно его синтез восстанавливается. А при хроническом стрессе BDNF снижается. И вот эта теория, она четких подтверждений не имеет. Однако, есть исследования, которые говорят о том, что когда есть предрасположенность у человека, плюс слишком много стресса, и BDNF снижается из-за этого, может начаться аффективное расстройство, фазное. Хотя, казалось бы, ничто не предвещало. Но слишком много стресса для предрасположенного человека при снижении фактора BDNF приводит к тому, что запускаются фазные аффективные нарушения. Посмертно, после вскрытия у пациентов с БАР наблюдалось повреждение нервной ткани. И это может быть связано также с повышением кальция в плазме нейронов. Мы помним, что обмен как раз кальция это ключевое звено патогенеза на сегодня. И вот там происходит еще и дисфункция митохондрий вдобавок и снижается устойчивость нейронов. Нейроны больше гибнут. То есть биполярное расстройство связано с тем, что нервная ткань физически повреждается. Дальше. Иммунные факторы. Да, я тоже очень много слышал про иммунную теорию депрессии, что там все в иммунное, но это лишь один из факторов, которые влияют на пластичность нейронов. Потому что там происходит действительно и апоптос клеток, там происходит повреждение мембран. Это запускает иммунный ответ и при биполярном расстройстве действительно находит повышенный уровень цитокинов в ЦНС. И из-за этого вторично тоже повреждаются нейроны, воспаляется глия, но это бывает не у всех пациентов. Поэтому говорить о том, что вообще это этиологический какой-то фактор, что вот у нас воспаление, а из-за воспаления депрессия случилась или мания, это неправильно. Хотя аффективная фаза может сопровождаться детектируемым воспалением. Я не зря столько слов употребляю, может сопровождаться детектируемым, может сопровождаться тем воспалением, которое мы не можем детектировать современными средствами. Такое тоже может быть. Средства контроля еще несовершенные. И вот как раз таки в депрессивной фазе там все понятно, все разрушается, все как-то падает, поэтому депрессия. Но для маниакальной фазы мы привыкли думать, что там наоборот идет возбуждение, идет гипервыработка нейромедиаторов. однако считается учеными на сегодня, что это больше связано с разными структурами мозга. Разные структуры мозга задействованы в депрессивной фазе, разные структуры мозга задействованы в маниакальной фазе. Но суть нарушений похожая при биполярном эффективном расстройстве. Упрощая вот пока вот так. Еще биоритмы. Я каюсь, про биоритмы я должен был рассказать больше, чем расскажу вам, но даже то, что расскажу, тоже имеет значение. В следующий раз постараюсь узнать еще больше. Так вот, мы знаем, что биоритмы расстройство обостряется у пациентов в зависимости от сезона. Мы все, как врачи, знаем, что главное пережить эту смену осени на зиму или лето на осень. И это бывает не только при бар, это бывает при вообще нормотемии, при других психических расстройствах или без психических расстройств. Действительно есть влияние сезонов на биоритмы человека. И мы все врожденно по-разному влияем на вот эту смену сезонов и даже суточного ритма. Так вот, те, кто называются совами, люди с вечерней активностью, они хуже переносят бар, если у них бар начинается. И известно, что пациенты с бар, они имеют изначально нарушение суточных ритмов. и соответственно у них слабая адаптивность нужных часов, и это врожденное, они снижены по устойчивости к внешним изменениям. И опять-таки это связано с тем, что я говорил ранее, про нарушенную нейропластичность, про низкую устойчивость нервных клеток. Вы видите, что со всех сторон пациенты с бар имеют слабую адаптивность, тоже нейропластичность нервной системы. Это влияет на расстройство настроения. Главный регулятор ритмов в организме это супрахиатматическое ядро. И здесь короткий период, короткий фотопериод приводит к ингибированию гаммкергических нейронов. Что значит короткий фотопериод? У нас зима, фотопериод сокращается, световой день короче. И действительно это влияет на человека с предоположенностью, что если фотопериод меньше, гаммкергические нейроны, которые оказывают тормозное действие, ингибируются, значит у нас будет перевес в сторону нейронов активирующих. А следовательно будут преобладать процессы возбуждения, нарушения синхронизации и таким образом косвенно приводить к обострению биполярного аффективного расстройства. Я понимаю, что сейчас я говорю несколько аморфными фразами. И вы не думайте я это отслеживаю. Я знаю, что я говорю не так четко, как мне хочется. Но почему так? Потому что действительно точного ответа на то, что именно там происходит в внутреннем молекулярном уровне, я не нашел. Пока не нашел, может плохо в литературе искал. Поэтому я прошу прощения за то, что мои фразы столь обтекаемы и упрощены. Но тем не менее, суть я отражаю. Соответственно, у нас есть эпифиз, который выделяет мелатонин, и это идет к органам и тканям. Как мы помним, мелатонин это гормон сна. И когда выделяется мелатонин, человек спит. Сегодня лекция у нас не про патоген, не про активность выработки мелатонина зависит от дневного света, от времени года. И у четверти пациентов с библиотекарной депрессией есть сезон и перепады настроения, которые связаны как с остальным заболеванием, так и просто связаны. А это значит, что есть патология выработки мелатонина, работы супархиазматического ядра, работе эпифиза. Это опять-таки фактор риска. Это предрасположенность к библиотекарному расстройству. И следующее, что я хотел бы обсудить, это формируется или при библиотекарном расстройстве дефект. Мы знаем, что при шизофрении мы ожидаем пациента дефекта, что его личность меняется, что у него может снизиться интеллект, снижается воля. Бывает ли такое прибар? Практикующие врачи отмечают, что да, пациент изменяется после нескольких фаз, которые он переживает, он может меняться. Это изучалось, и действительно есть исследования, которые выявили похожие нарушения когнитивные у пациентов с бар и у шизофреников, даже когда фазы у пациента с бар нет актуальной, он в иутимии, все равно эти нарушения сохраняются. Как мы помним, все симптомы шизофреников негативные, они могут корректироваться антипсихотиками или антидепрессантами. Но если симптом негативный при шизофрении не уходит, это дефицитарный симптом. То же самое справедливо, когда мы говорим про пациентов с бар. И вот память, внимание, воля, это снижено. Но для шизофрении абстрактное мышление при бар затрагивается минимально. И действительно, вот такое исследование в 2014 году было. Понимаете, вот здесь нужно вам показать, на что показать. Сейчас вот стрелочка у меня ходит. Вот это фиолетовое с квадратиками, это шизофрения. Вот она у меня идет. Вот это вот коричневое со звездочками наверху прямое. Это норма. И вы видите здесь несколько групп, они разделены по тяжести когнитивных нарушений. Но это все пациенты с бар. И вот одна из линий, вот эта вот бледно-голубая, тоже с квадратиками, global group, так называемая, она очень близка по когнитивным показателям пациентам с шизофренией. И это исследование одно из немногих, которое находит такие сходства. Конечно, можно говорить о том, что таких исследований не очень много, и они плохо реплицируются. Но тем не менее, это является подтверждением того, что мы видим на практике. Действительно, пациенты с библиарным расстройством без шизофренических симптомов, они страдают такими дефицитарными проявлениями. Поэтому это действительно доказано, и это изучается. И вот сейчас, когда мы коротко обсудили звенья патогенеза, я еще раз напомню, сводятся они не к моноаминергическим всяким перепадам, то есть, зеротонин упал, нордералин упал, дофамин упал. Нет, они больше связаны с нейропластичностью, а конкретно с патологией кальциевых и натриевых каналов. И вот нормотимики, это препараты, которые мы знаем, антиконвульсанты и литий, а еще антипсихотики с нормотимическим действием, они, казалось бы, как-то выравнивают настроение. Как? Вот сейчас расскажу. Первое, литий. Литий известен давно, и когда его стали применять, его эффекты увидели, объяснить никогда не могли. Не так давно стали уже видеть какие-то звенья патогенеза, на которые действует литий, и это потом помогло изучению патогенеза, собственно, БАР. Так вот, известно, что литий, казалось бы, просто ион из таблицы Менделеева, ингибирует вторичных посредников передачи нейромедиаторов, то есть сигналами нейромедиаторов. Это вот то самое, о чем я уже говорил. Нейромедиатор прикрепляется к своему рецептору, а дальше постсиомтическая мембрана передает сигнал в клетку и дальше. И вот как раз таки проблема вторичных посредников, передатчиков сигнала, это и есть звено патогенеза. И вот литий, как раз ингибируя ненужные вторичные посредники ГСК-3, инозитол, монофосфатазу-1, протеокиназу-С, он позволяет регулировать настроение, потому что этим он улучшает нейропластичность нейронов. Я не стал в эту презентацию вставлять, но как раз таки на ингибирование протеокиназы-С основано антиманиакальное действие тамоксифена. Тамоксифен это препарат, применяемый в онкологии при лечении рака груди. И есть уже не то, что исследование, есть уже метаанализ на тему того, что тамоксифен эффективен при купировании маниакальной фазы. Литий также стимулирует синтез BDNF, а он модулирует активность ГАМК. Вот слово модулирует, что означает? Значит, настраивает. Он может и стимулировать, и подавлять, он модулирует, делает так, чтобы ГАМК был в равновесии. Также глутамата, серотонина, дофамина, да? Опять-таки, я призываю вас думать, что это не то, что он там что-то линейно стимулирует, именно модулирует. И вот тут еще находится прокогнитивный эффект лития. Потому что литий изучается в том числе при деменциях у пожилых людей с биполярным расстройством. И там отмечается улучшение когнитивных функций. Еще у лития есть антисуцидальный эффект, доказанный, но я про это только скажу, а вдаваться в подробности не буду, это не тема нашего сегодняшнего доклада. Вольпровая кислота он тоже блокатор, не тоже, точнее, в отличие от лития, он известно, что блокирует активность кальциевых каналов. И одновременно, а, натриевых, извините, я говорил, с натриевых каналов на кальциевые он тоже влияет. Блокатор глутамата и тоже блокирует активность вторичных посредников внутриклеточных, тем самым улучшая нейропластичность. Но главное, как он улучшает нейропластичность, это то, что он приводит в порядок работу вот этих натриевых и кальциевых каналов потенциалозависимых. Потому что именно патология этих структур каналов кальциевых, натриевых является главным зонпатогенезобар. Не удивляйте, что я много раз это повторяю, мне кажется, это очень важно подчеркивать. Крабамазепин тоже антиконвульсант. Опять-таки, он блокирует каналы и когда мы лечим эпилепсию антиконвульсантами, тогда нам важно, что блокируется патологическая эпилептическая активность. Пусть вас это не вводит в заблуждение. Не стоит думать, что биполярное расстройство это тоже какое-то эпилептическое возбуждение, какое-то патологическое возбуждение из какого-то очага возбуждения и так далее. Нет. Здесь патогенез основан на патологии каналов, на патологии внутриклеточных посредников и антиконвульсанты, сами того не желая, у пациентов с БАР не устраняют судороженную активность, а налаживают метаболизм после постсимтической мембраны. Таким образом лучше проходит сигнал нейромедиатора, нормализуется жизнедеятельность нейрона. Ну а также он еще усиливает тормозно-дейский гаммк, подавляет освобождение активирующего нейромедиатора глутамата и в целом тоже хорошо работает. Хотя в первую линию терапии биполярного расстройства карбомазепин не включен. Еще есть ламатриджин. У него есть влияние еще и на рецепторы адреналина, глутамата, ну так изучается пока. Что он еще интересного делает, кроме блокады натриевых и кальциевых каналов, он ослабляет активирующий эффект НМДА-рецепторов. С НМДА-рецепторами связывается как раз глутамат, и вот он влияет на эти самые рецепторы, и он не то что глутамат снижает, он еще и его рецепторы ослабляет по эффекту. Так осуществляется его и противосудорожное действие, и норматимическое действие. Единственное, что работает медленно, и дозу мы его наращиваем медленно, но в целом он, как любой норматимик, тоже эффективен. И он особенно эффективен как раз при депрессивной фазе. Все исследования говорят именно об этом. При маниакальной фазе ламатриджин не рекомендован в монотерапии и как первой линейотерапии тоже не рекомендован. Только в сочетании с чем-то другим. На этом, коллеги, у меня все. Большое спасибо за внимание.